МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Ника Плюс время новостей. В студии Дмитрий Николаев. Здравствуйте. Бюджет Петрозаводска принят. Сегодня депутаты Петросовета утвердили его во втором и окончательном чтении. Дефицит в следующем году составит 250 миллионов рублей, а муниципальный долг – 1 миллиард 700 миллионов. При таких цифрах специалисты администрации смотрят в будущий год без оптимизма. Бюджет приняли почти единогласно. Из 25 депутатов 24 проголосовали за. Но в кулуарах иллюзий на будущий год не питают. Пугает сумма муниципального долга – 1 миллиард 700 миллионов рублей. Это в пределах нормы по бюджетному кодексу, то есть это ниже планки 60%, но мы к ней приближаемся. В городском кошельке на следующий год 4 миллиарда 614 миллионов, а надо на 250 миллионов больше. Основных источников дохода три – налоги, приватизация и аренда земли. Налог с дохода физических лиц пополнит бюджет более чем на 1 миллиард рублей. От аренды земли кошелек потолстеет на 285 миллионов. Это на 50 миллионов больше, чем в текущем году. Потому что раньше нужно было вернуть 20% от суммы собранных арендных платежей республики, а теперь все они остаются в городской казне. Приватизация, по прогнозам специалистов, добавит в кошелек еще 450 миллионов. Эта сумма в последние годы меняется мало. Примерно столько же было и в текущем. В программу приватизации в основном попадут объекты, которые арендуют наши предприниматели. Значимых городских объектов нет, таких нет, как гостиницы «Северная». На случай критических ситуаций депутаты предусмотрели резервный фонд. Но едва ли его можно считать запасным парашютом. Там немногим более 5 миллионов. Его сумма не глобальна. Есть на памяти, когда резервный фонд доходил практически до 15 миллионов сумма. Поэтому сумма достаточно тоже такая сдержанная. В конце сессии депутаты попросили денег. Они приняли обращение к губернатору с просьбой выделить 100 миллионов на ремонт дорог. Привести магистрали в порядок своими силами городским властям оказалось не под силу. Марина Кабатюк, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Сессия Петросовета началась вовремя, но была под угрозой срыва. Виной всему транспортный коллапс на мосту между Куковкой и Древлянкой. На правой полосе моста по направлению к Древлянке столкнулись 4 автомобиля. Кроме того, ближе к Древлянке на противоположной полосе чуть позже произошла еще одна авария. В результате ДТП машины перегородили магистраль. Транспортные проблемы не помешали депутатам сегодня на сессии утвердить тариф на проезд в троллейбусе, при этом урезав финансирование муниципального предприятия «Городской транспорт» почти в три раза. Проездной школьникам и студентам в следующем году обойдется в 350 рублей, а стоимость одной поездки не будет превышать 17. За такой тариф сегодня проголосовали городские депутаты. Они же сократили объем дотации для троллейбусного управления. Предполагалось, что эта сумма будет 111 миллионов рублей, но депутаты проголосовали за гораздо более скромную – 41 миллион, мотивируя тем, что этого достаточно для дотации за декабрь и первый квартал следующего года. А датировать дальше предприятие, которое проходит процедуру банкротства, нецелесообразно. Не стали сегодня депутаты обсуждать и единый проездной билет. Напомним, профсоюзы предложили ввести его для студентов, которым сложно добираться до учебных корпусов. Однако обсуждение этого вопроса перенесено на следующий год. Сейчас ведутся переговоры с перевозчиками. В Петрозаводске директором лицея номер один стала Анна Малькова, ранее работавшая заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе этого учреждения. Напомним, прежний директор лицея Эмилия Слабунова несколько месяцев назад объявила, что оставляет этот пост и уходит в политику. С 1 января у дошкольных учреждений начинается новая жизнь. В стране вступает в силу закон об образовании. Один из важнейших вопросов документа – новая система финансирования процессов обучения дошколят. Депутат законодательного собрания Татьяна Струкова вернулась завершившихся в Москве парламентских слушаний по вопросам регулирования системы дошкольного образования. С 1 января детские сады страны будут жить по новым стандартам образования. Республиканский парламент сегодня работает над нашим карельским законом об образовании. Наиболее важный вопрос – учет подушевого финансирования дошкольников. На данный момент федеральные деньги просто делятся на количество воспитанников детских садов. Однако депутаты карельского парламента считают, что этот норматив должен быть уточнен. В частности, при его расчете должны быть учтены несколько факторов. Среди них – средняя зарплата воспитателей, расходы на учебный процесс и медицину. Мы как раз хотим, чтобы процесс формирования норматива был прозрачным, был всем понятным. И только тогда уже этот норматив утверждать, если мы говорим о том, что федеральные стандарты надо выполнять на 100%, то и норматив должен включать в себя все необходимые компоненты для выполнения государственного стандарта. Виктор Симонов опять отправляется в поход и берет с собой студентов Петрозаводского государственного университета. Экспедиция достижения – это тысяча километров на собачьих упряжках по родной Карелии. Старт экспедиции в поселке Матросы. Финиш – спустя две недели в парке Паана-Ярве. Участники экспедиции – 40 студентов УЗА, часть из них – ребята с ограниченными возможностями здоровья. Их ждет долгий путь на шести собачьих упряжках. Каждые два-три дня состав экспедиции будет меняться. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. Нашему радио 15 лет. По этому случаю в Петрозаводск из столицы выписали группу «Слот», которая представила карельской публике свой новый альбом под названием «Шестой». Какой самый необычный подарок «Слот» получал от фанатов? Что снится музыкантам и тосковала ли группа по воздуху? Об этом солисты Кэш и Нуки рассказали перед концертом в прямом эфире нашего радио. Мне недавно приснилось, что я выступаю на арене цирка, верхом на Кентавре. И он делает всякие поддержки. Я такая, катаюсь, выступаю. Думаю, как здорово, на Кентавре-то круче, чем на лошади. Я, наверное, конечно, был в ступоре, когда мне подарили хомяка. Хомяка отдал местному официанту в добрые руки. Он сказал, что передаст сестренке, которая будет его холить, лелеять и гладить, не вдавливая в пол. Воздух на то время был, это мой самый любимый фестиваль. Там была классная обстановка, люди хорошие. Архангельск, Мурманск. Но у них же ничего такого, по-моему, нет. По крупности, как воздух, ничего такого нет. И поэтому они-то едут к вам. Получается, что рок-столица севера Петрозаводск. И о главном. Бретту Питу 50 лет. Артист четыре раза номинировался на премию «Оскар». Известность он приобрел после съемок в фильмах Тельма и Луиза, интервью с вампиром, а также бойцовский клуб. Любимец женщин не раз попадал в список самых сексуальных мужчин планеты. Девушки, если хотите порадовать своих мужчин в праздник, берите пример с Анжелины Джоли. Актриса презентовала любимым на 50-летие «Остров». Крупнейшая ювелирная сеть в Карелии компания «Золотой овен» отметила свой 10-летний юбилей. В Национальном театре прошел финал юбилейной акции, где среди покупателей был разыгран главный приз – серьги с бриллиантом в один карат. Смотрите прямо сейчас. У меня, Дмитрия Николаева, на сегодня все. Всего доброго и готовьтесь к лучшему. Красивая ювелирная история компании «Золотой овен» началась 10 лет назад. Сегодня «Золотой овен» – это 10 салонов Петрозаводске, Кондопоги и Костомукши. Каждый день сотни покупателей встречаются здесь с украшением своей мечты. Ювелирной сети «Золотой овен» исполнилось 10 лет. Любой юбилей – это хороший повод подвести итоги. А итог такой. Наша сеть крупнейшая в Республике Карелия – ювелирная сеть. Мы работаем с основными лидерами ювелирной промышленности России. В 2013 году компания провела масштабную акцию «Нам 10 лет, вам драгоценности». В финале были разыграны многочисленные призы, главные из которых – «Золотые серьги» с бриллиантами, предоставленные известным ювелирным заводом «Диамант», который стал генеральным партнером юбилейной акции. Екатерина Владимировна! Да. Здравствуйте. Вы участвовали в розыгрыше в «Золотом овне»? Да, участвовали. Ну вот, Екатерина Владимировна, я хочу вам сказать, что вы выиграли сегодня золотые сережки с бриллиантов в один каран за 100 тысяч рублей. Для меня лично Лидия Викторовна Винокурова – это настоящий продолжатель купеческих традиций, которые были заложены много веков назад, потому что этот человек – необыкновенно обязательный, порядочный человек со своим чувством вкуса и человек, который всегда держит свое слово. И также для меня радостно, что она участвует в возрождении Кончезерского храма Святой Троицы, который мы восстанавливаем всем миром. Поэтому многое лето, процветание ее ребенку в сети салонов и многих благ от всей души. А мы гарантируем, что мы и впредь будем вас радовать своими замечательными изделиями. В новом году хочу пожелать всем счастья, радости, здоровья и удачи. Редактор субтитров А.Семкин